Жизнь после войны. Какая она у тех, кто вернулся цел и невредим, и у тех, кому предстоит еще долгое лечение? Сотни раненых и покалеченных бойцов. Кто на самом деле ими занимается? Когда правительство занимается чем-то другим? Подробнее наши корреспонденты. Призванный был 12 травня 2014 года, в этом году, согласно указу президента. А порану не ковидал? Порану не отримал тоже 12 числа, а лишь в вересном месяце. С тех пор рядовой 14 батальона тер оборона Александр на лечении. Контузия, гематома на почках. От осколка крупнокалиберной мины спас бронежилет. О своих послефронтовых скитаниях Сажа рассказывает неохотно. Пока лежал в больнице, лечили бесплатно. А вот когда выписали, все расходы стали его личной заботой. Финансовая сторона кусается и дуже. И что самое интересное, это далеко не кинец. Учитывая тот факт, что еще направляют в Киевский институт нейрохирургии. Таких как Саша, сейчас сотни. Государства, как правило, обеспечивает только начальный курс лечения, выделяют одноразовую помощь. Дальше сами. Ну а о элементарной психологической реабилитации речь даже не идет. То, что происходило, по крайней мере, с афганским синдромом, это будет повторение, но более жесткое повторение. Не так много людей, которые смогут справиться внутренне с тем, что сейчас происходит. В советской послевоенной хронике фронтовиков инвалидов почти нет. Великая страна не хотела показывать, какой ценой досталась победа. Виктор Соколов в 45-м получил тяжелое ранение под румынскими яссами. Вспоминает, в первые годы пенсии после войны 300 рублей по инвалидности едва хватало на неделю. Очень много было раненых, безногих. Правильно побирались, сходили. Государство не очень-то внимательное к этим людям. Эти люди, они как бы нахлебники у государства. Вот. Ну вот такие люди нужны. Не уготована ли подобная участь и ветеранам АТО, если мобилизованным бойцам государство еще хоть как-то помогает, то судьба добровольцев – забота исключительно волонтеров. Очень тяжело добиться помощи от государства. По бумагам, да, есть помощь. Доброволец Олег Толмачев надеется, что все-таки встанет на ноги и будет ходить. Уже два месяца он прикован к постели, полностью раздроблена кость ноги. Единственный шанс на полноценную жизнь – дорогостоящая операция. Деньги собирают волонтеры. Сумма 94 тысячи в общем указана на все забор тканей, выращивание непосредственно клеток. Такие более дорогостоящие лечения, то, конечно, государство вряд ли будет оплачивать. Не такого уровня у нас еще. Страна не на таком уровне. В чем и как измерять уровень ответственности правительства Олег не знает. Волонтеры для него только за неделю собрали почти 10 тысяч гривен. Вот и вся надежда – только на простых людей. Алена Завора, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности – телеканал Интер. Черкасская область.